Девушки отдыхают Нет? У-у-у! Есть довольно много народу, которые не любят, когда я выступаю. Вот, например, находящийся недалеко отсюда Академия народного хозяйства, когда меня туда пригласили пару лет назад, был грандиозный скандал. Ректор рвал и металл. Говорил, чтоб больше, чтоб никогда. Ну ладно, давайте тогда про евразийство, да? Ну давайте для начала вопрос. А что такое евразийское пространство? Есть у кого-нибудь простой ответ на этот вопрос? А пространство больше всего последнего? То есть вы считаете, что Турция туда не входит? В стране? Да. В евразийское пространство? Какое-нибудь многое измерение? Или скажем Монголия? Монголия, наверное, все-таки ближе к этому. Так. А Венгрия? Нет, не убедительный. Да, еще какие варианты? А евразийское пространство или пространство евразийского? Это пространство проживания евразийской цивилизации по определению Петра Николаевича Савицкого. А какое определение у Петра Николаевича Савицкого? Я же человек необразованный. Это значит, что это пространство предается местным проживанием евразийской цивилизации, которая состоит из восточнославянского, тюркского, монгольского и финно-угорского. То есть на ваш отброс венгрии вряд ли входят, а монгольский... А венгрии что, не финно-угры, что ли? Самые, что есть, натуральные угры. Но это очень сложно, да? Вот понимаете, каждый раз, когда начинаются сложности, то очевидно совершенно, что здесь какая-то слабость есть. Ну вот чего-то не хватает, да, вот идея какая-то. Давайте я вам сейчас дам еще ничего интересного. А Северный Китай входит в евразийское пространство? Маньчжурия там, внутренняя Монголия. Ну как вы Индию в евразийское пространство запихнете? Она уж точно никак не вписывается. Ну... Да. Это пространство, на котором могут быть собраны как бы исторические единицы государства, которые образуют там единый кластер разделения труда, да? Там есть иная... Вот уже хорошие слова про разделение труда уже были сказаны. Ну вот давайте я вам дам простое определение, а вы попробуйте мне сказать, что я не прав. Евразийское пространство – это территория, на которой едят пельмени. В Китае едят... В Северном Китае едят, да. В Южном Китае... Ну, хорошо, ладно. В Шанхае едят, да, но это не их натуральная еда. Ну так, в Китае от маньчжуров эта еда пришла. В Японии едят, да. И в Корее едят. Так как? Не годится. Почему? В пельмени везде едят. Ничего подобного. Где эта, так сказать, национальная еда? А почему люди едят пельмени там, где они их сейчас и едят? Кто? Слово. Слово назовите, одно слово. Кто завез? Дети, ну вас истории учили. Чингисхан завез. И внук его Батухан. Поэтому в Италии есть пельмени. Вы сюда садитесь пониже. Туда не надо залезать. Вот. А есть много разных историй про тех, кто садится на самый верх. Был такой великий математик Израиль Моисеевич Гельфанд. Который лет, наверное, 40 вел семинар на мехмате МГУ, который считался таким самым великим, чуть ли не в мире. И туда, соответственно, а там, значит, это все происходило лет 20, а в аудитории 16-24, которые таким амфитеатром идет, в главном здании МГУ. И там, значит, на этом семинаре где-то посередке садился такой замечательный математик М.Н.Л. Шноль. И вот, соответственно, а когда студенты приходили на семинар к Гельфанду, они все норовили залезть на самый верх, там, значит, тихо-тихо сидеть. Гельфанд каждый раз говорил, вы куда это сели? Вы сели выше Шноли? Вы считаете себя умнее Шноли? Ну, сюда, сюда давайте. Значит, ну, хорошо. А теперь, значит, мы отложим евразийскую цивилизацию, поскольку никто не знает, что это такое. Вот. Как это тонко-то, а? Какие конструкции. Вот. А и будем говорить сначала об истории, а потом о современной жизни. Значит, современная экономическая модель, в которой мы живем, появилась в 16-17 веках. При этом суть ее была описана уже в самом начале 17-го века. Давайте сейчас мы вам экзамен устроим маленький. Кто жил в начале 17-го века? Нет. Еще варианты. Кто жил? Минин и Пожарский. А? Минин и Пожарский. Ну да, я согласен. Минин и Пожарский действительно жили в начале 17-го века. А в Европе кто жил в начале 17-го века? Ну, кто был королем Франции в начале 17-го века? Людовик 16-го века. Ну, правильно. До 1610-го Генрих IV, а потом его сын Людовик XIII. Кардинал Ришелье жил. Он тогда еще кардиналом не был, а был еще там молодым епископом. Ну, в общем, да. Хреново. Хреново. Чему тут учат? Я не понимаю. Я понимаю, что в школе сейчас уже ничему не учатся. Либералы постарались. Но хоть, я думаю, в институте чего-нибудь учат. Так вот, Антонио Сера был такой, как их потом назвали, меркантилист, который где-то году в 1605-1607 писал, если вы хотите узнать, какой из двух городов богаче, посмотрите на количество профессий, которыми владеют его жители. Чем больше профессий, тем богаче город. В переводе на современный экономический язык. Чем глубже уровень разделения труда, чем больше профессий, тем больше добавленная стоимость создается в системе экономической. А в 16-17 веках в Западной Европе, точнее сказать, на севере Западной Европы, а потом и по всей Европе, создается экономическая модель новая, которая потом завоюет весь мир, которую мы сегодня называем научно-техническим прогрессом, но суть которой в увеличении добавленной стоимости создаваемой за счет углубления разделения труда. Отметим, что предыдущие тысячи лет в Европе был феодализм, экономическая модель которого стояла в том, что научно-технический прогресс вполне целенаправленно тормозился. Для этого была такая специальная цеховая модель, которая очень ограничивала и технологии, и количество работников, и количество продукции, и т.д. и т.п. с целью сохранения, ну, как бы мы сейчас сказали, социальной стабильности общества. Чтобы дети точно знали, что они могут заниматься тем же, чем занимались их родители, и при этом себе, значит, на жизнь зарабатывать. Разумеется, как всегда, идеальная картинка никогда не бывает до конца, поэтому там были проблемы, здесь были проблемы. Но, в общем и целом, значит, следующий шаг в научной теории сделал Адам Смит, который жил примерно через 150 лет после Антонио Сера во второй половине XVIII века. Умер он, если не память не изменяет, в 1790 году, за несколько лет до начала Великой Французской революции, в царствовании у нас Екатерины Великой. Он сделал следующий абсолютно гениальный вывод, который на самом деле на тот момент мало кто понял, потому что он тогда был абсолютной абстракцией. Вывод следующий. Если у вас есть замкнутая система, которая с миром не взаимодействует, то в ней уровень углубления разделения труда может идти только до некоторого уровня, который определяется размерами этой системы. А дальше прогресс останавливается. Степень гениальности этого вывода осознал уже в середине XIX века Карл Маркс. Хотя и для него это рассуждение было абстракцией. Но сначала небольшая иллюстрация такая, банальная. Если у вас есть такой хутор, в котором живет 2-3 семьи, на натуральном хозяйстве с миром не взаимодействуя, то они классический совершенно пример, кто читал книжку про Робинзон Круза. Ну вот Робинзон Круза – это типичный пример замкнутой экономической системы. Да, инструменты у него были только те, которые он взял с кораблей. Он не мог производить металлы, он там много еще чего не мог. А что-то мог. Вот в маленькой экономической системе, в которой там живет, ну грубо говоря, 50 человек до 50, невозможно отдельно выделить человека, который занимается металлом. Ну просто невозможно. У вас эта система не создает продукции достаточно, чтобы его кормить. Он же только металлами занимается. А если у вас, скажем, деревня, в которой 200-300 дворов, то есть под 1000 человек, то там уже есть кузнец, который ничем другим, кроме как металлом, не занимается. Может, его жена, конечно, огород выращивает, но на самом деле это для него не обязательно, потому что у него на каждый день имеется работа, сотни лошадей, там целая куча еще разных вещей, и он, соответственно, по этой причине получает от народа достаточно, чтобы самого себя кормить. Уровень разделения труда вырос, появились новые профессии. Но даже в нормальной деревне, в которой 200-300 семей живет, мастерскую, которая, скажем, чинит велосипеды, пускай даже она их не производит, без помощи извне сделать невозможно, потому что уже нужны станки, а станков быть не может. Ну и так далее. Если вы хотите, чтобы у вас была настоящая металлообработка, вам уже нужны десятки тысяч людей. Ну а современная экономика уже там миллионы, современные способы обработки металла. Чем больше уровень системы, тем глубже может в ней зайти разделение труда. Дальше два философских вывода, которые, еще раз повторю, Адаму Смиту были недоступны, и на самом деле были недоступны и Марксу. Выводы из этого появились только уже в начале XX века. Вывод первый, что поскольку любая экономическая система замкнутая, а в средние века любая экономическая система была практически замкнутая, у вас, соответственно, все развитие экономики после XVI-XVII века – это конкуренция развивающихся и расширяющихся систем. Потому что развиваться можно, если вы достигли предела в рамках своей системы, только расширяйтесь. Значит, начинается конкуренция, и там бы одни системы более удачливые съедают, другие менее удачливые. Где-то к концу XIX века в Старом Свете уже более-менее в новом, более-менее, так сказать, в Атлантическом бассейне более-менее четко определились три основных системы технологических зон, которые между собой конкурировали. Первая зона – это британская, она возникла где-то в середине XVIII века. Второй должна была быть французская, но она рухнула под тяжестью наполеоновских войн, и в результате вошла в британскую систему технологическую. И поэтому всегда Франция на континенте выступала за Англию против Германии. Вторая технологическая зона – это германская, это середина XIX века. Третья технологическая зона – это Соединенные Штаты Америки, которые шли к Германии нос к носу, а США с опозданием лет в 20. Так вот, второй философский вывод из замечательного тезиса Адама Смита. Первый вывод – что вся экономическая система представляет из себя конкурирующие и растущие зоны. Как только расти невозможно, начинается кризис. Второй вывод – на тот момент, в конце XVIII – начала XIX века, даже до середины XIX века носил чисто философский характер. Но именно, поскольку Земля ограничена, то рано или поздно научно-технический прогресс должен закончиться в связи с невозможностью дальнейшего расширения рынков. А поскольку капитализм, который, собственно, тогда и был, единственной надстройкой над вот этой вот системой мирового разделения труда, а альтернативы ему на тот момент не было, то отсюда сразу же следует вывод, что капитализм, как вот такая надстройка, конечен. И рано или поздно, если мы хотим развиваться дальше, мы должны будем эту модель сменить. А этот философский вывод сделал в середине XIX века Карл Маркс, который по образованию был вовсе не экономист, а философ и юрист. И по этой причине вот этот философский вывод из идеи Адама Смита довольно быстро понял. Отметим, что Адама Смита вообще читать любили. То есть роль России как сырьевого придатка придатка описал еще Александр Сергеевич Пушкин в бессмертной поэме Евгений Онегин. Кто читал Евгений Онегин? Что честно читали, да? Все прочли от начала до конца? Молодцы. Я тоже когда-то знал, но забыл. Значит, вот если вы вспомните, поэтическим волнам за что-то... Да, совершенно верно. Вот как бы сырьевой придаток. Читаю, Лондон щепетильный, то есть производит товары с высокой долей добавленной стоимости предметы роскоши. А мы, значит, сырьем торгуем. Ну, я сейчас не буду влезать вот в эту тему. Ее там... Она очень подробно описана в лекциях у Олега Григорьева, желающие могут, соответственно, в интернете их найти. Так вот. Выводы, которые сделал Карл Маркс. Если капитализм конечен, то имеет смысл рассматривать модели посткапиталистического общества. И они с Энгельсом начали делать совершенно потрясающую вещь. Для того, чтобы понять, как выглядит то, чего никто никогда не видел, ну, мы же не знали, как бы... Никто же не знал, что будет после капитализма. По этой причине они придумали замечательную вещь. Они придумали, используя философские концепции, Гегеля и разработав собственный язык, то, что называется сегодня политэкономия. Нужно при этом иметь в виду, что термин политэкономия ввел на самом деле Адам Смит. А Карл Маркс и Фридрих Энгельс, они, соответственно, отработали очень хорошо язык политэкономии и связали его с философией. И в результате образовался универсальный язык, которым они описали, ну, вместе со своими последователями, ну, как бы всю историю и всю, как бы, общественную жизнь человечества. От Адама до наших дней. Единственная сквозная теория, которая на сегодня существует, где в единых терминах, единым языком описана, как бы, вся общественная жизнь человечества от первобытного общинного строя до наших дней. Разумеется, там были лакуны очень серьезные. Они не знали, что делать сначала с Китаем и придумали для него азиатский способ производства. Они так и не придумали, что делать с Византией, потому что в Византии капитализм был, а феодалов не было. То есть феодализм был, а феодалов не было. Вот. И много еще у них там есть разных сложностей, но, тем не менее, они сделали эту работу, альтернативы не существуют. И одновременно в конце XIX века три существующих технологических зоны, британская, германская и американская, попали в кризис, связанный с тем, что невозможно больше расширяться, они друг другу мешали. Это был первый в истории кризис падения эффективности капитала. Теперь скажите мне, пожалуйста, кто вы по образованию? По специальности? А? Юристы? Ужас. 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 Ну, ладно, экономисты еще, у них есть какая-то специальность, а остальные это чьи? Остальные? Уже совсем интересно ваше лицо. Нет, дело не в этом. Дело в том, что как объяснять как? Понимаете? Ну, как бы, ну, что можно объяснить юристу? Или, прости господи, политологу? Ну, это вообще... Ну, тем более. Вы представляете, как вам рассказывают? Ну, хорошо. Продолжим дальше. Вам про... Карла Маркса-то рассказывают? Да, да. Почему естественно? Что думаете? Это как бы... Это такой любимый способ изобразить, что никого нету. Что человек, конечно... Человек, который не нравится, его, как известно, вычеркивают из истории. Вот кто читал про Ричарда Третьего, которого тут нашли? Тельца. Никто не читал? Ну, месяц тому... Ну, на самом деле, нашли год тому назад, определили, что это Ричард Третий. Ну, Ричард Третий, последний английский король из династии Плантагенетов. Но если вы как бы про него читали в детские годы... Я понимаю, что там «Черную стрелу» вы не читали, там, Вальтера Скотта. Кто-то читал, да? Но вот там Ричард Третий участвует. Вот. Это как бы самый оболганный король в истории Англии. Про него насочиняли черти что, вплоть до того, что он был там горбун, сухорукий, тиран и так далее. Вот. Все это, конечно, не соответствовало действительности, но просто он проиграл, и его противник пришел к власти, Генрих VII. Ну, неважно. Значит, продолжим. Теперь, значит, начался первый кризис падения эффективности капитала. Лучше всего известна экономическая история Соединенных Штатов Америки, а там, в 1907-1908 году, начался жесточайший кризис, после которого, в 1909 году, началась депрессия, которую на тот момент называли Великой. Вопрос. Кто знает, кто такой был Джипи Морган? Это американский магнат крупный. В какой сфере? Малую банковскую. Правильно. Банкир. Банкир. Значит, Джипи Морган поднялся на том, что он финансировал северян во время гражданской войны, а потом, соответственно, в 1900, ну, может быть, банк его поднялся, он сам появился чуть-чуть позже, потому что гражданская война была в 1961-1964 годах, а это история 1907-1908, а может, ему уже было сильно за 70. Я сейчас не помню вот эту историю. Большая часть магнатов американских сделали свои деньги на гражданской войне, потому что у них появилась возможность получать гос. Кстати, еще один вопрос. А за что убили Авраама Линкольна? Я выяснил, что за попытку, я могу не ошибаюсь, за попытку сделать доллар валюты, ну, что за долларом сделали? Тогда еще не было доллара. Значит, за что убили Авраама Линкольна? Значит, в те времена основной способ заработка банков, тогда же не было валюты бумажной в широком вхождении, а вхождении были банкноты банков. И любимое занятие банков было напечатать этих банкнот больше, чем теоретически они могли погасить, взять за них звонкую монету и куда-нибудь сбежать. Наиболее модно было сбежать на Дикий Запад. И это был такой главный способ заработка банков. А во время Гражданской войны, когда нужно было финансировать, то президент Линкольн сделал страшную совершенно вещь. он начал печатать банкноты казначейства, чего-то до сих пор никто не делал. И банкноты казначейства, для того, чтобы их отличить от банкнот банков, их печатали на бумаге, оборотная сторона которой была зеленого цвета, поэтому они получили название Гринбеки. Вот за это, что он подорвал источник заработков, его и убили. Первое, что сделал его преемник, когда произнес присягу, отменил соответственно решение о выпуске банкнот федерального казначейства. Но неважно, такое лирическое отступление. Так вот, в 1907-1908 годах наступил банковский кризис. Почему он наступил? Вот здесь уже пошла чистая экономика и финансы. Тут я прошу быть внимательны тех, кто, соответственно, не экономист. А у любого производителя всегда имеются риски. Даже если вы своему соседу плетете корзину в расчете на то, что он вам даст 20 рублей, вы рискуете, что он упадет под машину, и в результате вы останетесь с вашей корзиной, которая вам совершенно не нужна, 20 рублей не получите. чем глубже уровень разделения труда, то есть чем более длинная цепочка, в которую вы встроены со своим продуктом, тем выше риски. Это общий экономический закон. Углубление уровня разделения труда приводит к повышению риска производителя. Как производитель может компенсировать эти риски, он их может компенсировать монополизацией, если у него получается. Ну, условно говоря, если вы производите телеги в большой деревне, то вы делаете 4 телеги в год и делаете их по заказу. Поэтому у вас нет, ну, очень мало рисков, что вы не продадите свой товар. если вы делаете колеса для телег, и это уже не одна деревня, а несколько окрестных деревень, уже имеются риски некоторые. Ну, например, что те 2-3 человека, которых вы рассчитываете, что они в следующем году купят телеги, к которым мастер возьмет ваши колеса, либо поедут в ярмарку и там сразу купят целую телегу, либо мастер, который собирает телеги, в том числе из ваших колес, решит, что есть какие-то колеса лучше ваших. Риски выросли. А если вы делаете спицы для колес и везете их на ярмарку продавать, вы вообще в тяжелой очень ситуации, потому что может оказаться, что какое-то количество спиц вы продадите, но меньше, чем нужно, чтобы окупить вашу деятельность, а может оказаться, что какой-то урод где-то там научился делать металлические колеса со спицами, и тогда у вас вообще нет шанса. Так вот, для того, чтобы частично снизить эти риски, появилась банковская система. У нее есть несколько функций, в том числе и деньги зарабатывать для своих владельцев, но экономический смысл банковской системы состоит в том, что она принимает на себя риски производителя, ну, частично, разумеется, кредитуя его. То есть банк выдает вам деньги до того, как вы что-то произвели и до того, как вы это продали. И залогов у вас в нормальной экономической системе нету, потому что дом, вы в нем живете, и он поэтому цены не имеет. Инструменты они ваши, соответственно, единственное, что вы можете отдать банку, если не вернуть ему деньги, это то, что вы произвели. Зачем это банку, что он с этим будет делать? Поэтому кредитуя вас, он берет на себя часть риска. Углубление труда увеличивается, риски растут. Это значит, что банки должны увеличивать стоимость кредита, то есть процентную ставку. Поскольку есть конкуренция, худо-бедно, чем больше системы, тем больше конкурентов, теоретически. Процентная ставка должна падать, потому что производитель не может себе позволить брать слишком дорогой кредит, потому что у вашего конкурента может оказаться так, что у него бабушка оставила наследство, поэтому у него низкий кредит, то есть его вообще нет, или еще чего-нибудь. Или у него гарантированную продажу в королевскую казу, или еще чего-нибудь в этом роде. Значит, в этой ситуации у банков начинаются проблемы. Им бы надо кредитовать по высокой ставке, а по высокой ставке не берут, поэтому они кредитуют по низкой ставке. Это не возвращают, им кредиты не возвращают, наступает кризис ликвидности. Что делает банк, когда кризис ликвидности? Напоминаю, это конец 19-го, начало 20-го века. Тогда еще нету никаких центробанков, а есть просто отдельные, никак не связанные коммерческие банки. Они начинают брать межбанковские кредиты на погашение ликвидности. И в результате у вас через какое-то время вся финансовая система окажется в таких очень сложных, она очень сильно перекредитована, как у нас в 95-м году, или там, в 2004-м. И в этой ситуации малейший кризис и наступает банковский коллапс, потому что не могут банки друг другу выдавать кредиты. Что произошло в 1907-1908 годах? Джипи Морган лично собрал всех руководителей банков крупных, они провели взаимозачеты, недостающие деньги дал лично Морган, эту ситуацию развязали, но все понимали, что она тут сразу же возникнет снова. И в 1910-м году на острове Джекил было принято решение, что вот эту систему рефинансирования нужно сделать на таком институциональном уровне. совещание было абсолютно тайное, потому что все понимали, что никому не понравится, что возникнет частная банковская монополия на деньги, причем уже не будет конкуренции между банками, а система будет единая, но в глубокой тайне все это было сделано. в 1913-м году Конгресс принимает закон, как закон называется? О федеральном резерве, правильно. С 1 января 1914-го года, вот скоро будет 100 лет, начинает работать Федеральная резервная система США. Впервые появился институт, который не просто деньги печатает, но еще и рефинансирует банковскую систему, с целью взять на себя часть риска всей системы в целом. Понимаете, да? Были отдельные банки, как надстройка над производителями, чтобы взять на себя часть их рисков. Когда уровень углубления труда стал слишком большой, нужно было надстраивать следующий этаж. Но при этом все понимали, что основная эта проблема это то, что нужно расширять рынки. И случается Первая мировая война. цель передел рынков. Первая мировая война заканчивается поражением Германии, у нее уничтожили ее суверенную финансовую систему германскую, но оставили систему разделения труда, систему производства. Кстати, причина, по которой Гитлер достиг таких выдающихся результатов в Германии состоит в том, что он сделал то, что у нас в 90-е годы не было сделано, а именно то, что у нас называлось федеральная вексельная программа. Я чуть-чуть позже об этом расскажу. Значит, на самом деле, в тот момент, когда началась Первая мировая война, уже была еще четвертая технологическая зона, но она была уж больно на отшибе и реально во всем этом принимала слабое участие это Япония. По итогам Первой мировой войны распались все три империи, находящиеся в Европе, причем, что характерны, все три эти империи, и германская, и автровенгерская, и российская, находились в одной технологической зоне германской, но на развалинах Российской империи возник Советский Союз, а в СССР была очень серьезная проблема, которая досталась ему еще от Российской империи. Дело в том, что технологические зоны, в силу своего расширения, в них должно было быть всегда на каждом этапе народу не меньше чем. Когда возникла Британия, там было 30 миллионов потребителей, когда возникла Германия, там было 50 миллионов, в начале 20 века нужно было уже там миллионов 80-100, в Российской империи было 100 миллионов человек, там было даже больше. Теоретически можно было сделать свою собственную технологическую зону, но проблема стояла в том, что эти люди были не потребители, они жили в рамках системы натурального хозяйства, 80% населения империи это были крестьяне, что с ними делать? Первую попытку сделать из них потребителей сделал Столыпин, который предложил, что надо крестьян закабалить в пользу кулаков, но фактически провести огораживание, он хотел повторить английский опыт 16-17 веков. Идея была замечательная, но не прошла, потому что она вызвала такую степень ненависти социальной на селе, что потом грянули две революции и Российскую империю разнесли в клочья. Зато эту задачу блестяще решил Сталин, который придумал, как сделать крестьянина потребителем. Дело в том, что на тот момент основой экономики было машиностроение. Чтобы машиностроение работало, нужно было его машиностроение продукцию продавать. Кому? Значит, эту задачу решил Сталин, сделав колхозы. Идея была замечательная, что крестьянин купить трактор не может, у него и земли мало, и денег мало, а колхоз может. При этом технологически эти колхозы обслуживали так называемые машины тракторной станции и т.д. и т.п., но суть была именно в этом. сделать из крестьянина потребителя продукции машиностроения. Значит, Первая мировая война, как я уже говорил, не закончилась окончательным решением. Что-то я медленно, надо побыстрее. Не закончилась окончательным решением, началась Вторая мировая война, по итогам которой из пяти технологических зон на тот момент, британской, германской, американской, японской и советской, осталось две, американская и советская. При этом американская была раза в три больше, чем советская. Советская потенциально отхватила себе Китай, но в Китае была та же ситуация, что в Российской империи на начало XX века. Там потребителей не было, там были нищие крестьяне. Ну понятно, японскую и германскую технологические зоны раздербанили и разделили между победителями, а соответственно английская в 1940 году фактически влилась в американскую. Это было совещание, кто смотрел фильм Касабланка, тут его недавно показывали по телевизору, но правда по каналу ОСТС, никто не смотрел Касабланку. Ужас, ужас. Ну хорошо, а кто смотрел фильм Кусторицы, черная кошка, белый кот? Смотрели, да? Вот там один из главных героев постоянно произносит фразу, вот с этого начинается крепкая мужская друвка. Это последняя фраза из фильма Касабланка. В 1941 году в Касабланке встречаются Черчилль и Рузвельт, и в обмен на военную помощь Черчилль разрешает Соединенным Штатам Америки торговать с британскими колониями, минуя Лондон. Это была капитуляция. А дальше, после окончания Второй мировой войны, начинается очередной приступ роста. Дело в том, что, я уже говорил, риски, когда у вас идет расширение рынков, то риски производителя падают, потому что появляются дополнительные рынки. Вот смотрите, какая замечательная картинка. Вот это вот средняя заработная плата в Соединенных Штатах Америки. Реальная, то есть приведенная к реальной инфляции. С 47 по 73 год, по 72 ну просто чудо, да, бешеный рост, бешеный, постоянный, фактически без остановок. Это что? Вот это расширение, углубление уровня разделения труда, когда есть возможность расширения. А дальше в какой-то момент достигнут был уровень насыщения. в СССР он был достигнут. СССР отличался от Соединенных Штатов Америки только одним, а базовая экономическая модель была одинаковая, научно-технический прогресс. СССР выступал в мировой экономике как государство-корпорация. В корпорациях, как мы знаем, никакой конкуренции нету, там план. Вот СССР это было, это было, была самая крупная в мире корпорация. И там внутри уже была очень сложная система, в соответствии с которой, в чем состоял социализм, что каждый гражданин страны является акционером и тем самым должен получать свою долю. и доля каждого человека ограничена тем пакетом, который у него есть. И поэтому, если мы посмотрим на тот объем услуг, которые получал даже член политбюро СК КПСС, мы увидим, что по современным меркам это очень мало. Очень мало. Хотя у некоторых людей по должности был, скажем, служебный самолет. Кто смотрел фильм «Укращение огня», там, соответственно, имеет место сцена, где прототип Королева говорит своей подруге, ну ладно, полетишь на моем. Так вот, значит, в СССР кризис падения эффективности капитала, кризис выпадения эффективности капитала, первый, конец 19-го, начало 20-го века, второй, фактически продолжение первого, несколько смягченный тем, что нужно было выходить из разрухи Первой мировой войны и появлением Федеральной резервной системы США. Это 30-е годы, а дальше Вторая мировая война, экономический рост, до того момента, когда наступает следующий кризис падения эффективности капитала, в СССР он наступил в начале 60-х, когда Хрущев в 61-м году говорил построен к 80-му году коммунизм, он совершенно не лукавил, он просто темпы роста 50-х годов еще на 20 лет продлил, а кризис уже начинался. А в Соединенных Штатах Америки этот кризис начался с дефолта 1971-го года. 10 лет в Соединенных Штатах Америки всерьез обсуждали вопрос, что США проиграли соревнования двух систем. Вы видите, насколько тяжелый кризис 70-х годов, падение, очень сильные заработные платы. Дальше, да, в этот момент СССР наверное мог форсировать выигрыш, но он на это не решился. Почему было ощущение, что США проиграли и СССР выиграл? Потому что в США был спад экономический 10 лет подряд. Его сейчас затушевали статистикой, а тогда-то все знали, что это спад. А в СССР еще был рост. СССР вышел на нулевые темпы роста только к началу 80-х годов, то есть последние годы Брежнева. Мы вышли на нулевые пока темпы роста. Значит, Соединенным Штатам Америке дали 10 лет и они придумали. Придумали они следующее. В чем причина кризиса? В том, что финансовая система не может больше кредитовать экономику с прибылью. Нужно снижать риски. Как можно снижать риски? Либо расширять рынки не получается, СССР мешает, значит, его нужно разрушать. Либо что? Либо надо увеличить нагрузку на каждого члена общества. Грубо говоря, дать людям деньги, чтобы они начали покупать. Но тут проблема, как можно дать человеку денег? Только в кредит. Но если вы человеку дали в кредит какие-то деньги на 3 года, то в первый год у него, конечно, потребление вырастет. А через 3 года оно упадет, потому что он должен вернуть не только то, что взял, но еще и проценты. По этой причине нужен какой-то инструмент, которым можно стимулировать. Инструментов два. Первый. Впервые в истории людям стали выдавать новые кредиты еще до того, как они вернули старые. Теоретически отдельно была и ипотека на длительный срок, но она шла отдельно. А тут речь идет о нормальных потребительских кредитах. Это начался потребительский бум. Я настоятельно всем рекомендую прочесть замечательную книжку, написанную еще в начале 60-х годов американским писателем Лесли Уоллером. Книжка называется «Банкир». Она абсолютно замечательная в художественном смысле, и вполне себе там есть детективная линия, там есть любовная линия, там есть философская линия, помню, когда я ее читал, мне было первый раз 15 лет, на меня очень произвела сильное впечатление фраза главного героя, который первый раз в жизни в возрасте 42-х лет изменил своей жене. И вот он пришел домой, а жены нету дома, она на каком-то приеме, куда он должен нанестись, а дома только трое детей, старший сын, младший сын и дочка средняя. И вот, соответственно, младший и старший ему там что-то говорят, какую-то лапшу на уши вешают, а дочка на нее так смотрит, смотрит и говорит, ты какой-то сегодня странный. И вот, значит, он там, снимая старую рубашку, надевая новую, ему что ж куда-то там идти, он так про себя размышляет, она слишком умная, будем надеяться, что вырастет красавицей, красоте многое прощается, даже ум. Вот. Очень глубокий философский вывод. Там вообще замечательная книжка, там главный герой, собственно, банкир, в какой-то момент размышляет на тему о том, что потребительский бум до добра не доведет. Очень рекомендую почитать. Очень хорошая книжка, она в интернете есть, в свободном доступе. Так вот, значит, первое, это нужно давать людям кредиты до того, как они расплатились с предыдущими. Второе, нужно чем-то стимулировать экономику. Чем? И вот тут замечательная история. Дело в том, что в 70-е годы инфляция высокая, и Пол Волкер, глава ФРС, боролся с инфляцией, с повышением ставки. И в 80-м году учетная ставка Федеральной резервной системы США была сколько? Кто знает? 19 процентов. Правильно. И в результате людей стали кредитовать, они стали больше покупать, увеличение продаж снимает риски производителей, значит, банки могут этих производителей кредитовать, и вроде бы полное счастье. Но полное счастье только до тех пор, да, идя запускать еще одну. Там вот видите, красненькая кривулька, да? Красненькая кривулька это реальная заработная плата с учетом реальной инфляции. Вот зелененькая кривулька это с учетом официальной инфляции. я боюсь, никто не видит, надо часть света увеличить. Да, ну давайте я это вижу. Вот. Видите, зелененькая кривулька это официальная заработная плата, красненькая это реальная. На самом деле, если мы нарисуем график доходов домохозяйств в Соединенных Штатах Америки, там вообще потрясающе красивая картинка. там начиная с 81-го года почти горизонтальная прямая. Доходы домохозяйств в США они чуть-чуть больше были, чем средняя заработная плата, потому что росло количество работающих в семье. В 80-м году в среднем на американское домохозяйство было 1,2 работника, а сейчас полтора. Но средний доход домохозяйства за последние 30 лет в США не изменился по реальной покупательной способности. А вот дальше картинка, которая описывает весь современный кризис. С 81-го года по 2008-й год учетную ставку опустили с 19-ти процентов до нуля. Красный график это реальная ставка, американская ставка 30-летней ипотеки. До нуля. Ниже опускать нельзя. Произошло это в декабре 2008-го года, начался кризис. С точки зрения экономики этот кризис это кризис увеличивающихся рисков. На самом деле все немножко сложнее, потому что в 90-е годы распался СССР и если вы видите вот на этом графике четко видно момент распада СССР, когда они довольно долго не снижали ставку. Видите, да? Там такое плато. Но потом уже все, ничего не вышло. Пришлось снижать снова. И вот теперь та ситуация, которая для Адама Смита и Карла Маркса была абстракцией, сегодня для нас стала конкретикой. Поскольку дальнейшее расширение рынков невозможно, а потенциал снижения рисков производителя исчерпан, дальнейшее развитие в рамках углубления разделения труда невозможно, более того, на самом деле происходит куда более страшная вещь. Поскольку долги, сделанные за последние 30 лет, никуда не делись, то по этой причине уровень разделения труда, который искусственно загнали в начале 80-х как бы сильно выше, его естественного состояния, должен вернуться назад. Ну потому что спрос очень сильно упадет. в результате снижения как бы в результате того, что его больше невозможно стимулировать. И что делать? Вот у меня была замечательная история, год тому назад я был на экономическом форуме в Астане. Астана это столица Казахстана. Казахстан, как и всякая молодая демократия, нет, престижу. Поэтому на экономическом форуме были приглашены не один или два нобелевских лауреата, как у нас, аж восемь. Но они соответственно не собираются останавливаться на достигнутом. В мае, то есть через два месяца в Астане будет 14 нобелевских лауреатов. Так вот, в какой-то момент где-то недели за две до начала форума подзвонили мне организаторы и сказали Михаил Ильич, мы хотим устроить шоу. Я говорю, ну замечательно, продолжаться, мы всегда за. Они говорят, ну вот мы хотим стравить экспертов и политиков. Я говорю, хорошо, вы готовы быть модераторами? Я говорю, завсегда. И вот картинка, стол на 25 персон такой круглый, слева от меня сидят шнобели и другие эксперты типа зам гендиректора ВТО, там еще какие-то, я не помню, их там человек 12. А справа от меня сидят Тони Блэр, Романа Проди, Вим Кок, ну как бы вы антидипломатов учитесь и должны знать, кто это такие. Министр финансов Канады, действующий премьер Казахстана, который сейчас уже глава администрации, ну и так далее. И вот, соответственно, я должен их стравить. И вот, я им задал три вопроса, после которых уже как бы нужно было следить, чтобы они друг друга не убили. Первый вопрос я задал политикам. Ну, понятно, эти-то невменяемые, поэтому, значит, я задал вопрос политикам, говорю, ребята, а вас устраивает качество экономической экспертизы? И эти политики, было смешно, в интернете есть, значит, там на самом деле есть вся запись, но ее трудно, она есть на блоге Масимова, который тогда был премьером. А кусочек я у себя на сайте вытащил, значит, рожу Тони Блэра, когда он этот вопрос слушает, через переводчика, я же по-русски говорю, у него такая ухмылка появилась на лице, типа, ну что ты дурацкие вопросы задаешь, а так же все ясно. И вот, значит, они вежливы, очень аккуратно, ужасно политкорректно. Европейцы все-таки объяснили, что качество экономической экспертизы ни к черту не годится. Один из шнобелей даже не выдержал, скачал и стал кричать, да нет же, экономическая наука хорошая, она столько всего замечательного сделала, только, значит, я собрался ему ответить, но тут, значит, его не поддержали даже остальные шнобели, видимо, испугались, что морду набьют. Поэтому, значит, дальше второй вопрос. А, потом они стали говорить, что вот кризис в Европе, это все мура, нужно затянуть пояса и, соответственно, ужесточить бюджетную дисциплину. Вот я опять обращаюсь к политику, ребят, ну вот мы-то с вами, мы-то с вами понимаем, что долги делались для того, чтобы повышать уровень жизни населения. Значит, государства делают долги и через бюджеты поддерживают население. То есть, если мы начинаем ужесточать бюджетную политику, то у нас падает жизненный уровень населения. Вопрос, какова цена вопроса. Шнобели молчат, и тут встает премьер Казахстана Масимов и на голубом глазу говорит, по моим прикидкам, доля расходов среднего американского европейского домохозяйства больше, чем его доходы на 15-20%, или даже на 20-25%. Шнобели как ореши, просто натурально, да, вот их просто и понятно, почему. Потому что, если они эту цифру не знают, они вообще не эксперты. Если знают и не говорят, они вредители. Что еще хуже? И, наконец, они, конечно, может быть с ней и не согласны. Тогда почему молчат, сволочи? Ну, давайте, ну, скажите нам хоть что-нибудь. Молчат. В общем, зрелище было душилиздирающее и жалкое. Они потом даже со мной не попрощались, обиделись все. Ну, потому что их размазали, да. народу понравился ужас. Там был полный зал набит. Вот. И страшно понравилось политикам европейским. Блэр потом объяснял Масиму, говорил, ну, у нас такое невозможно. Ну, у нас такое невозможно. В этом году тоже уже намечается шоу. Так что будем готовиться. Ну, вот. Значит, вот в чем весь вопрос. Поддерживать потребление без роста долга невозможно и наращивать долг тоже невозможно. А падение спроса будет очень основательное. Падение спроса будет в мире на 30-35%. В США в Европе на 50%, а в США на 55-60%. Я уж не буду, у нас осталось мало времени, я уж не буду объяснять, как эта цифра взялась. Ну, в общем, из расчета межотраслевого баланса. Это не самая великая проблема. То есть мы этот расчет сделали еще первая наша работа на эту тему. Была опубликована в 2001 году. Смотрели мы межотраслевой баланс Соединенных Штатов Америки 1998 и уже тогда спад в экономике США должен был быть масштабом Великой Депрессии 30-35%. Сегодня он достиг 55-60%. В такой ситуации невозможно будет поддерживать тот уровень разделения труда, который есть сегодня в мире мировой экономики в рамках единого Единой системы разделения труда с Центром Соединенных Штатов Америки. Что это означает? Это означает, что поддерживать инфраструктуру этой единой системы разделения труда становится невозможно. последняя попытка была сделана два года тому назад в 2011 году. Тогда появилась мысль, что фактически сегодняшняя ситуация повторяет ситуацию Соединенных Штатов в Америке 1907-1908 годов. Тот же самый кризис. Только тогда он был в масштабах США, а сегодня во всем мире. Так давайте повторим фокус 1907-1908 года. Давайте сделаем еще одну надстройку над финансовой системой. Назовем ее Центробанк Центробанков. И в 10-11 годы все время непрерывно обсуждалась тема Центробанка Центробанков. Это уже обсуждалось на G8, обсуждалось на G20, уже приняли решение, что это будет на базе МВФ, уже было принято решение, что будет новая валюта, которой этот самый Центробанк Центробанков будет кредитовать Центробанке на базе спецправ взаимствования, все бы хорошо, и только тут до кого-то неожиданно доперло, что если это случится, то ФРС лишится возможности самостоятельной эмиссии. Что произошло на следующий день? Что произошло? Строскану подложили горничную. Вот. Это, кстати, вопрос, да? Меня тут спрашивают сегодня, кто убил Бориса Березовского? Кто убил Бориса Березовского? Руки поднимите, кто знает. Он все подборал в Лондонске. Нет. Ну, прикиньте, чем занимался Борис Березовский в Лондонске? Судак боролся за деньги. Ничего подобного. Это он потом стал бороться. Он был координатор спецслужб английских и американских по истреблению Владимира Владимировича Путина. Ну, я не хочу сказать, что и американские, и английские спецслужбы занимались только этим, но какая-то часть этим занималась. А он был главным консультантом, советником, планы строил и т.д. Поэтому он был убежден, что у него крыша, ну, в его понимании. Поэтому он пошел на суд с Абрамовичем, имея в виду, что у него крутая крыша. Но либо он недопонял, либо у него оказалась не самая крутая крыша, либо там еще чего-нибудь, никто же этого не знает, что там произошло. Кроме того, скорее всего, он не понял, что происходит в мире. А я это сейчас скажу чуть-чуть позже. И в этой ситуации что он сделал? Он проиграл. А когда он проиграл, он понял, денег нету, долгов много, крыша кинула. И что он тогда сделал? Написал покаянное письмо Владимиру Владимировичу. Владимир Владимирович, ну, я вернусь. А как бы в остальных строках этого письма невидимыми чернилами было написано «Я тебе столько расскажу про эти спецслужбы американские, как они тебя обижали». Как вы думаете, что должны были после этого делать английские спецслужбы с Борисом Абрамовичем Березовским? Ну, и все. Все. Тут даже вопросов нету, кто и зачем. А письмо как бы про него рассказал Песков после смерти Березовского. То есть утечка была не с этой стороны, после смерти. Но многие как бы его друзья Березовского потом сказали, что письмо было. А то, что Песков сказал, это создательная указка на английские спецслужбы или нет? Ну, имеющие уши да услышат. Да? То есть фактически Песков сказал, ребят, ну вот. И по еще одна произошла вещь, наконец-то вскрылись документы. У нас на РТР в воскресенье показали кино о том, что Полония не имеет отношения к смерти Литвиненко никакого. Что Литвиненко был убит другим способом, а Полония использовалась просто как маркер для того, чтобы определять кто куда с кем и так далее. То есть его доза была абсолютно не критична. А Врамович на следующий день с этого? Этого я не знаю. Понимаете, я же аналитик, а не агент спецслужб. У меня есть в жизни один очень интересный момент. Я 10 сентября 2001 года на сайте эксперта, журнала, тогда еще World Crisis и не было, написал, что в Соединенных Штатах Америки с большой вероятностью устроят сами против себя мега-теракт. Это было 10 сентября 2001 года. И по этой причине, когда меня тут позвали на мероприятие в Вашингтонске, то я с интересом обратился в Американское посольство за визой, мне было интересно, что они скажут. Поскольку меня на самом деле звали американцы, поэтому я понимал, что мне визу дадут, но мне было интересно, какие мне вопросы будут в посольстве задавать. патрульцы мне задали один вопрос, почему Ваша компания называется неакон. Я сказал, ну на самом деле неакон от слов новые консультанты, но сказал я этому перцу, который там в окне сидит, я думаю, что американские эти визы все здесь получили, многие в всяком случае. Я говорю, но я все равно считаю, что Джордж Буш младший великий президент, потому что он не очень умный, но герой. На что этот, который сидит в окне сказал, да, вы знаете, я с вами соглашусь. Ну на этом собственно дискуссия закончилась, было очень смешно, но не важно. Вот, значит, Строскану подложили горничную и на следующий день тема Центробанка Центробанков исчезла из всех официальных документов, намертво, навсегда. Но немедленно возник вопрос, а как жить дальше? Все, невозможно эту систему поддержать. Сегодня мы уже видим, да, они уже начали списывать, что такое операция на Кипре. Это попытка обнуления банковской системы, ну, как первая, да, даже итерационный процесс. Как отреагируют? Подаст ли кто-нибудь в суд? Будем отрабатывать иски? Удастся ли от них отбиться? Ну и так далее. Но понятно, эти активы банковской системы, они же фактически на самом деле процентов на 70 это пустышка. Значит, вернуть все депозиты, которые в мире невозможно, значит, их надо списывать. Ну, либо напечатать деньги, тогда они просто обесценятся за счет инфляции. Вот и так плохо, и так нехорошо. Но мы экономисты, макроэкономисты, поэтому мы смотрим по ситуации в мире в целом. По ситуации в мире в целом ситуация понятная. Содержать инфраструктуру вот этой вот единой системы разделения труда при упавшем спросе невозможно. Какой отсюда следует вывод? Произойдет распад мира на кусочки региональные, в каждой из которых будет своя валюта. Поэтому их принято называть, как мы написали в нашей книжке еще аж 2003 года, валютные зоны. А события на Кипре может быть это связано с тем, что была тренировка? Ну я же сказал на кошечку. Ну да, тренировка на кошечку. Но там есть еще тонкости связанные с тем, что соответственно Кипр, будучи членом Евросоюза, позволял себе какие-то неформальные отношения с другими странами, третьими, не являющимися членами Евросоюза. Это еще некое наказание. Не нас наказание, а Кипра. Кипр должен был с нами работать через Брюссель. Ну на худой конец через Берлин. Но не через, но не самостоятельно. Но это уже бантики, вот это уже бантики. А главное это в другом. Значит, мир распадается на кусочки. И мировая финансовая элита тоже распадается на кусочки. И вот, соответственно, все эти ребята, которые раньше были единой дружной семьей, и которые увеличили, вот кстати, еще одна картинка. Я тут не все картинки показываю, только часть. Вот эта вот картинка, это уровень долга американского домохозяйства. Красненькая картинка. Ну мы все знаем, что кризис долговой, но вот он показан, да. Долг среднего американского домохозяйства за последние 30 лет вырос с 60% до 120%. Его вернуть нельзя, в принципе. В рамках сегодняшней экономической системы вернуть эти долги невозможно. А синий это сбережение. В условиях кризиса сбережение подскакивает. Я опять-таки не буду сейчас влезать в детали, потому что времени мало, но я могу сказать, вот из этой вот картинки следует, что спрос в Соединенных Штатах Америки больше, чем доходы населения на 3 триллиона долларов в год. И вот еще одна замечательная картинка, которая показывает, поскольку тут есть юристы, какое самое главное слово, самый главный вопрос, который себе должен задавать следователь. Кую продвусть, правильно. Кую продвусть. доля финансового сектора в общей прибыли корпорации выросла с 10% в конце 40-х до 50-ти с лишним. Они за эту систему готовы все отдать, чтобы она не была разрушена. И поэтому такой спад, потому что современная экономика не жилец, у вас посредник, который не создает ценностей, забирает на себя 50%. Вот такая раковая опухоль современной экономики. так жить нельзя. Это гудвилл, это отдельная тема капитализации гудвилла. на самом деле это с чем связано? Когда у вас колоссальная идет эмиссия финансовых активов, вам нужно под нее хотя бы что-то подложить реальное. И в том числе они кладут вот это все, авторские права, еще что-то, сейчас все умрет. Так вот, мир распадается, но у нас же есть финансовая элита, которая отбирала 50% всего, что создается, себе, себе, себе. она тоже должна разделиться, потому что спрос падает. Как она это делает? Она делает через кредитование. Экономика падает, никого больше кредитовать не получается, доходов больше нет. Что такое богатый человек в современной жизни? Это человек о капитализации активов, которого, например, скажем, 8 миллиардов долларов. Круто, да? Но капитализацию на хлеб не намажешь. Для того, чтобы превратить ее в живые деньги, чтобы заниматься сделками по слиянию, поглощению, еще чего-то. Экономический анекдот, знаете, про красную шапочку? Что? Ну я где? Я здесь-то не говорю. Ну идет красная шапочка по лесу, вдруг из кустов серый волк. Красная шапочка говорит, ой, волк говорит, красная шапочка, у тебя есть выбор, я добрый, или слияние, или поглощение. Вот, это экономический анекдот, да? Ну просто к вопросу о том, что два варианта рейдерского захвата, они на самом деле как бы не сильно различаются. Вот, или слияние, или поглощение. Так вот, вы не можете капитализацию на хлеб намазать, поэтому по эту капитализацию кредиты берутся. Поэтому норма для богатого человека в современной жизни это следующее. 8 миллиардов капитализации активов, 5 миллиардов долгов, это еще ничего, бывает и 7,5 миллиардов долгов, а у некоторых и все 9 миллиардов долгов. Значит, 8 миллиардов капитализации активов, 5 миллиардов долгов, и где-то 200 миллионов текущий кэшфло, который образуется из этих активов, которыми оплачиваются проценты по долгам. нужны деньги, берется дополнительный кредит. Все замечательно, но когда у вас кризис, у вас капитализация может с 8 миллиардов опасть до 3. И вот картинка, у вас капитализация активов в 3 миллиарда, долгов, а долги никуда не делись, в 5 миллиарда. И, соответственно, кэшфлоу с 200 миллионов до 50. Вроде бы 50 миллионов это много, но их уже не хватает на то, чтобы платить проценты по кредитам в 5 миллиардов и что делать? Вот это кто? Это богатый человек или он кто? Вот я летом 2008 года написал, что наши все олигархи разорятся, имея в виду именно эту схему. Они разорились через полгода, но тогда это было локально. Им закрыли государственными деньгами бюджетные разрывы, а потом нефть снова пошла вверх. А сегодня это все повторится, как там говорил Петька Василий Иванович, в мировом масштабе. И что с этим делать? Вот куда деваться этим олигархам всем? К ним же придут вполне конкретные пацаны, которые там сидят у них ниже. Говорят, а где наша? Охрана, охране тоже надо платить. В общем, проблемы. Вот Борис Абрамович Березовский это продемонстрировал. Единственный способ выжить это найти свою нишу в новой мировой экономической системе. И вот мировая финансовая элита разделилась на три большие группы. Первая группа, которую конспирологи называют Рокфеллерами, к реальности это имеет слабое отношение, хотя Рокфеллеры там и присутствуют. Это люди, которые сделали ставку на то, что они будут контролировать ФРС и ее эмиссию с целью сохранения экономики Соединенных Штатов Америки. А все остальные идут лесом. Это именно те люди, которые постепенно начинают снижать активность Соединенных Штатов Америки во всем мире. Это те люди, которые сделали ставку на Иран на Ближнем Востоке. Ну и так далее. Почему на Иран? Очень просто, потому что Иран самая сильная страна там, которая способна самостоятельно быть там жандармом. Без помощи как Израиль. Вторая группа это те, кто никак не может отойти от этой инфраструктуры мировых финансов. Это те люди, которые связаны с МВФ, Мировым Банком, ВТО, которые соответственно у нас возглавляют Центробанк, правительство, экономический блок администрации президента. Вот они их поставили. Вот либеральное крыло. Ну и во всем мире. Вот так вот. Этих людей фактически уже лишили источников дохода. У них еще был шанс использовать американский бюджет, но в новой администрации Обамы их нету. И по этой причине я думаю, что в течение ближайших двух-трех лет их не будет нигде. Скрипач не нужен. Третья группа сделала ставку на то, что она будет посредником между независимыми валютными зонами. Эту группу конспирологи называют Роутшильд. То есть они с позиции процентщиков, то есть те, кто получает доход от процента, перешли в позицию менял. Потому что когда у вас много валютных зон, то у вас в каждой своя валюта и обменные операции очень усложняются. привязкой будет золото. Операционную базу они из Лондона перенесли в Гонконг. Теперь вопрос. Да, значит, все, что происходит в последнее время, это фактически драка между тремя этими группировками. Кто кого съест. Ротшильды еще раз повторяю, условно менялы поддерживают Израиль, значит, Рокфеллеры поддерживают Иран, в Европе идет схватка, римский папа это как бы восстановление европейских элит старых ось Рим-Берлин, это соответственно попытка сделать неатлантическую Европу, Соединенные Штаты Америки пытаются сделать зону свободной торговли, чтобы задавить европейского производителя, потому что в Европе выше аналогия Брюссель целиком под Вашингтоном, Меркель значит колеблется, потому что поставили ее американцы на очень сильное давление своих и поэтому я не уверен, что ее переизберут в конце этого года, ну и так далее. В Латинской Америке, кстати, вот Чавес, да, сколько он лет, он раздражал американцев своими штучками. Почему? Потому что он имел поддержку тех же самых Ротшильдов. Еще раз повторю, тут нужно понимать, я принципиальный противник конспирологических теорий, поэтому слово Ротшильд и слово Рокфеллер я произношу с некоторой иронией, но я говорю сегодня об интересах. То есть есть группа людей, которые сделали ставку на то, что они будут посредниками между зонами, и поэтому им нужно, чтобы зон было много, потому что если их всего две или три, они между собой договорятся без всяких посредников. Вопрос, а какие могут быть зоны? Ответ, ну, какие? Американская зона доллара, туда войдут США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Два вопроса. Войдет ли туда Мексика или она отойдет в латиноамериканской зоне и войдет ли туда Великобритания? Тони Блэр там же в Астане говорил, ну, как бы, кулуарные беседы, что у нас проблема, потому что, конечно, ментально мы ближе к США, но если мы пойдем туда, мы станем 51 штатом. У нас не будет права голоса вообще, ну, 2%, а если мы пойдем в континентальную Европу, да, конечно, нам будет тяжело, нас будут пинать ногами, но у нас будет право голоса, поэтому мы пока не знаем, куда пойдем. Кэмерон рвется в Евросоюз, не хочет из него уходить, его, он страшно боится налога Тобина, оборотного налога на финансы, потому что Лондон финансовый центр, а в континентальной Европе нет финансовых центров больше, и даже угрожает Брюсселю, говорит, что, типа, ребята, если вы будете вводить налог Тобина, я объявлю референдум о выходе из Евросоюза. А это вот типичный совершенно пример, да, вот, что вся политика это, как бы, сводится к искусству шантажа, грамотного. Вот, еще одна валютная зона потенциальная это Европа, Евросоюз, не Евросоюз, а сильно измененный Евросоюз, с центром не в Брюсселе, а в Берлине, и с главной валютой немецкой маркой, которая может называться и евро, но смысла от этого меняться не будет. Следующая валютная зона, это Латинская Америка с Южной Африкой, Четвертая валютная зона это Китай, куда уж без него, четвертая с половиной валютная зона это Индия, которая сама себе рынок, и остается только один кусок, который, как бы, не пришей, кобыле хвост, это то, что называется евразийская зона, либо она распадется, и тогда у Ротшильдов проблемы, ну, у меня, генерал, потому что четыре зоны это мало, могут и без посредников обойтись, при этом, что делать с Китаем, который будет начинаться за Уралом, ой-ой-ой, надо усиливать, и по этой причине известный русофоб Бжезинский, у меня была смешная очень история, лет пять или шесть тому назад ко мне приехала польская съемочная группа, которая просила что-то там рассказать, а, нет, это был 2008 год, не шесть, четыре года назад, значит, осень была 2008 года, везде кризис, а в Польше нет, потому что Польша не вошла в зону евро и девальвировала злотой, значит, ну, я там что-то рассказываю и немножко так над поляками иронизирую, объясняю, что у них комплекс неполноценностей по поводу 18 века, когда их раздербанили, а журналист, видно, да, что он хочет, он явно у него задание сделать из меня такое пугало, а я, значит, как, значит, как угорь, я все время, значит, вот не вписываюсь я в его, извините, забыл выключить, что-то никто не звонил, до этого звонили, звонили, видимо, почувствовали, ну вот, значит, и вот в какой-то момент он говорит, ну, почему вы так вот говорите странно, да, вот как бы вот, а, а я там еще что-то начал говорить по поводу того, что, как бы, а что вы, говорю, вы так вот все пытаетесь, как бы, показать меня, как страшного русского, он говорит, а что, нельзя, что ли, я говорю, знаете, моя бабушка Едвига всегда говорила, что, соответственно, мы поляки всем хороши, только вот нельзя нас слушать, когда мы говорим о русских, и тут, значит, эта польская бригада расплалась, говорит, ну, что вы сразу не скажете, что вы наш, ну, все понятно, все понятно, ну, конечно же, поляк же не может не ругать Польшу, это невозможно, какие, значит, все козлы в 18 веке позволили себя разделить, вот, после этого была там мир, дружба, жвачка, ну, было ужасно, смешно просто, вот, они потом сказали, мы сейчас все, мы сейчас все перекомпонуем, фраза о бабушке Едвиге пойдет первой, чтобы народ понял, с кем они делают дело, что, соответственно, как бы, экономическую теорию двигают поляки, но тут даже вопросов нет, вот, ну, вот, значит, остается странное образование, вот это вот, наша территория, значит, Руссофоб Бжезинский говорит, надо спасать Россию, срочно, любой ценой, в последней книжке, читали последнюю книжку? Бжезинскую, никто не читал, да? Кто-то читал, да? И все время говорит, Россия, Турция, Россия, Россия, Турция, Турция, Россия, почему? По банальной причине, потому что два потенциальных центра силы на этой территории, это Россия и Турция, в Евросоюз Турцию не примут никогда, она слишком сильная, невозможно, а? Нет, Турция светское государство, вы там были? они относятся к исламу с легкой иронией, примерно так же, как мы относимся к православию, то есть ценности мы уважаем, но, а потом вы меня простите, но вся история с нашими попами, прости Господи, ну это же душевиздирающее зрелище, да? Ну вот это вот, на самом деле, ведь никто же не защищал, да? Потому что на Руси всегда так, к вере относились хорошо, а к папам плохо, вот, так и тут, вот, таким, к своим личным священникам, к батюшкам, еще хорошо относятся, а дальше не любят сильно, вот, и там тоже, в Турции нет ислама, у них там, Эрдоган строит, как бы, исламскую партию, но я могу вас уверить, на светский характер государства он не покушается, по очень простой причине, потому что он рвется в экономические лидеры, а исламское государство не может строить систему разделения труда, научно-технический прогресс, потому что там вшито в базовые, эти самые, экономическая модель седьмого века, вот, про торговлю писал Мухаммад, потому что знал, что это такое, он сам этим занимался, и с торговлей у них все хорошо, а вот с машиностроением плохо, и, соответственно, с кредитами плохо, современную технологическую цивилизацию без кредита не построишь, у меня есть отдельная тема о том, чем отличался СССР, красный проект от западного, он отличался одной единственной вещью, он возвращал на место догмат о запрете судного процента, который был отменен в 16 веке реформации, возвращал он следующим образом, судный процент разрешить в СССР, была процентная ставка, но запретить частное присвоение доходов от судного процента, все идет обществом, вот, но это отдельная тема, так вот, возвращаясь дальше, очень много сил, которые сегодня, да, вот на этом пространстве два центра сил, Россия и Турция, поэтому, как только они договорятся между собой, будут установлены новые правила, Иран присоединится потом, правда тут неделю тому назад Индия сказала, что хочет в таможенный союз, но это, я думаю, пока фигура речи, но я не исключаю, что вступит, потому что она болтается сама по себе, причем сегодня образуются уже альянсы разные, например, уже понятно, что Япония политически будет стремиться к альянсу Рим-Берлин, то есть к Евро, два года тому назад, не год назад, а два года назад на том же форуме экономическом в Астане я видел замечательную картинку, там уже обсуждались валютные зоны, Казахстан, это вам не Москва, это здесь либерасты правят бал, а там как бы свободная демократия, поэтому там уже обсуждались валютные зоны, и замечательная картинка выступает представитель Китая и говорит, что а, представитель Японии выступает и говорит, мы вот думаем, куда нам входить, в европейскую валютную зону или в американскую, тут встает такой вежливый представитель Китая и говорит, у нас есть мнение, что вы будете в зоне юаня, такой смех в зале нервный, а казахи очень китайцев боятся, вот, а потом, значит, соответственно, нервный смех, но японский представитель с таким, он же такой самурай настоящий, говорит, а вот мы все-таки думаем в зону евро или в зону доллара, на что снова встает тот же самый китайец и говорит, а мы считаем, уже не есть мнение, а мы считаем, что вы будете в зоне юаня, тучка, вот, но это вот как бы, так вот, значит, основная вещь, как только Россия и Турция договариваются, все образуется, либо, ну как бы, тут есть разные варианты от вхождения Турции в таможенный союз, это ничему не противоречит, абсолютно ничему, ну я уж сейчас даже не буду говорить про некоторую общую историю, да, мои казацкие предки, они, значит, то к султану выходили служить, то к царю, но иногда они еще выходили к польскому королю, и договора в интернете найдите, я там, атаман Козалуб, со своей бригадой 200 хлопцев прихожу на службу к турецкому паше, получаю, дальше там написано, я получаю права двухбунчужного паше, то есть, генерал-лейтенанта, значит, мои хлопцы получают там то-то, то-то, служим мы три года, добычу делим так-то и так-то, ну и так далее, проходит, да, с правом пролонгации, то есть, через три года, значит, может уйти обратно, а может остаться, ну вот, так вот, евразийское пространство, это та зона, в которой, которая будет валютная зона, вот эта вот рублево-лирная, по договоренности России и Турции, Китай попытается отхватить часть Средней Азии, может получится, может нет, Европа попытается не отдать Балканы, потому что экономически они уже давно под Турцией, Куда она денется-то? Дурацкий вопрос, куда она может деться? А Галиция, опять же, она откуда, в Европу идет? Куда она, бога разе, как она может пойти? Вопрос только в том, я думаю, что Хорватия еще может остаться в Европе, потому что она была частью Австро-Венгрии, и Чехия, скорее всего, останется в Европе, потому что это уже фактически часть Германии, и Польшу никто не возьмет. Это известный очень исторический факт, когда Риббентроп в 1939 году после успехов Мюнхенского пакта по разделу Европы, ну, как бы, один раз получилось без СССР, теперь, значит, он приехал к СССР и говорит, а давайте повторим, и приехал, значит, положил карту Европы и предложил установить границу между Германией и СССР по границе России, Российской империи 13-го года. Что ему ответил Сталин? Сказал, Варшаву берите себе, а мне отдайте Львов. Вот очень был разумный человек, большой геополитик. Вот кто тут у нас дипломаты и политологи, прости, Господи. Вот, вот вы учитесь, да, вот человек понимал, да, что поляков Господь Бог придумал для того, чтобы разрушать любые конструкции, в которых они участвуют. Поэтому, как только Польшу приняли в Евросоюз, я понял, Евросоюзом конец. Все, тема закрыта. Вот, все, мне осталось три минуты, и я перехожу к вопросу. Значит, собственно, час двадцать, я трепался, поэтому, поэтому, у евразийской зоны не просто есть будущее, она почти наверняка есть. Вопрос только в том, какое место мы будем занимать, то есть, будет ли Россия и Турция, или Турция и Россия, или еще как-то. Потому что, конечно, сегодняшняя российская дипломатия, сегодняшняя российская, я уж не говорю про экономический блок, она упорно сопротивляется любым действиям. Либеральный блок сопротивляется, потому что эта идея просто ему враждебна. Обратите ваше внимание, с точки зрения, ну, давайте перейдем на привычную для девяностых годов уголовную терминологию. У наших есть на Западе общак. Хранителем этого общака гарантом выступают либералы, потому что они, их потому и держат, что они обеспечивают, чтобы там в МВФ, Вашингтонске, Лондонске и прочих разных городах наш общак не трогали. А тут вдруг бац, и общак обкарнали. Не полностью, правда, пока, но обкарнали. Вопрос, что делают конкретные пацаны в таких случаях с гарантами. Какой счетчик? Они никогда не могут вернуть эти деньги, это невозможно, слишком много. Их просто режут. Ну вот, то есть, либо наша власть стерпит, и тогда ее просто все будут игнорировать. Если они даже этого не могут. Либо они должны всю либеральную команду убирать целиком и полностью. Типа, идите вы куда подальше. Таможенный союз это начало? Таможенный союз это начало, да. Я поэтому говорил о том, что когда вступление Турции в таможенный союз. Но могут быть и другие варианты. А чего в чем проблема? Евросоюз же расширяется. У Турции есть свои проблемы, связанные с тем, что она член НАТО. Вот это действительно проблема. Но я думаю, что через год-другой это перестанет быть проблемой. Потому что что такое будет НАТО, не понятно. НАТО это же образование, которое существует только пока американцы платят. А у них проблемы. Нет, Турция вообще выйдет оттуда. Нахрен они им нужны. А здесь зачем? Что? Что зачем? Зачем ей к нам идти? Объясню. Ну, например, давайте к простому. Турция уже экономически подмяла под себя Балканы. Более того, у Эрдогана был план восстановления Османской империи. Этот план провалился. Почему? Потому что ислам в Османской империи был на положении православия при Петре I. Ну, собственно, в Российской империи после Петра I. Знаете, что такое было православие? Знаете, что такое был священный Синод? Это было министерство, работники которого занимались чем? Ну, они были профессиональными стукачами. Почему, соответственно, в Российской империи весь этот корпус жандарма был такой маленький? Потому что был колоссальный священный Синод, и каждый священник должен был докладывать по инстанции, что там его эти подзащитные думают, делают и так далее. Ну, и поэтому и такая же система была в Османской империи, поэтому весь этот ислам южный, который южнее Турции, он костьми ляжет, но в Атаманскую империю не пойдет больше в Османскую. И что? Их же тут же этот и на службу поставят. А кто будет неправильно себя вести, лишь от довольствия. Ни за что, ни за что, никак невозможно. И по этой причине у Эрдогана проект провалился, и хотя он экономически контролирует очень много окрестностей Турции, политически, но не может он прийти политически на Балканы, там турок боятся до безумия. А если он это делает в паре с нами, тогда проблем никаких нет. И там много еще таких тонкостей. Кроме того, вы поймите, Турция это мононациональное государство. Почему они вырезали армян, вы понимаете? В Османской империи половина офицерского корпуса была не мусульмане. Примерно треть была армяне и еще какое-то количество греков. Но греков можно было выселить, уже была Греция. А армян девать было некуда, Армении не было, их вырезали все. Но они бы вырезали и курдов, но их было слишком много. Но с курдами вот они сколько воевали. А сегодня, обращаю ваше внимание, они пошли от Джаланта. Что сказал? Не надо больше воевать? Потому что ему скорее всего сказали империю будем строить. И проблема тогда сразу другая, тогда не нужно резать курдов. У всех будет автономия в рамках этой империи. Тут целая куча возникает нюансов, аспектов, с которыми нужно разбираться. Я вот даже не буду влезать, потому что у меня есть свое мнение, а например у Гейдара Джамаля другое. Ну то есть тут нужны эксперты, не те, которые по должности, а те, которые реальны. Ну почитайте, что Гейдар Джамаль пишет на эту тему. Он иногда пишет очень странные вещи, но куда более интересно, чем там любой завкафедры. Прости, господи. Все, значит я закончил. теперь вопрос. Вы там работаете, что ли? Да. А кем? Здесь не секретно. Ведущие специалисты экспертов. А чего? Департамент оценки регулирующего воздействия. Ага, то есть вы тоже занимаетесь. Мы занимаемся таможенным союзом. Таможенным союзом. Технице регулирующего капитана шлема. Вопрос следующий. Вы говорите о том, что объединение в рамках Евразийского союза произойдет капитана с двумя головами. Россия, Турция. Я так понимаю, в одном доме голов не может быть. Почему? И второй. Если система будет выставлена таким образом, не означает ли это, что на экономическую базу необходим новый культурно-симпционный проект? Если он не погиб, он не как он будет? Ну, если говорить о головах, то проблем никаких нет. В Евросоюзе сегодня много голов. Евросоюз, конечно, провалился как объединяющая программа, но только по причине тупости руководителей, потому что они пытались объединить на базе мифических европейских ценностей, которые не существуют и которые сочинены. На самом деле нужно понимать, что вся современная западная либеральная идеология, она сочинена в конце 19-го, начале 20-го века как альтернатива марксизму. И ровно потому, что она альтернатива марксизму, она очень жестко табуирована, просто категорически совершенно. Именно поэтому современные экономические теории, западные, экономиксистские, понятно, потому что марксизм это политэкономия, от Тедама Смита, альтернативная теория экономикс называется, соответственно, экономиксисты. Экономиксисты, им запрещено писать о конце капитализма, поскольку экономиксизм появился как идеологическая альтернатива политэкономии, а в политэкономии идея конца капитализма стала со времен Карла Макса одной из главных, а собственно появилась она еще от Адама Смита, поэтому в экономиксизме эта тема табуирована. Сегодняшний кризис это кризис конца капитализма, а писать про это нельзя. И поэтому они и выглядят идиотами такими, что уже кризис идет 4 года, они до сих пор не могут объяснить, что происходит. Ведь это же на самом деле катастрофа. Вот эти вот шнобели, которые в Астане были, первый раз я с ними встретился не в этот май, а в предыдущий. Масимов дал обед в честь шнобелей, тогда их тоже было штук 8, не в 12-м году, а в 11-м. И меня туда позвал, чтобы я их расшевелил. Я ему говорю, Карим Кажемканович, вот зуб даю, не будут они говорить про экономику. И действительно, они говорили про шахматы, они говорили про искусство, они говорили что-то там еще про что-то. Но категорически, то есть два с половиной часа был обед, раз 10 Масимов их пытался на экономические темы вывести, они тут же уходили, тут же. А им сказать нечем. Что они могут сказать? Типа, мы 50 лет сочиняли уже больше, ну почти 100 лет сочиняли экономическую теорию, но получали там эти самые шнобелевские премии. И мы теперь не можем сказать, почему кризис, а рядом сидит человек, который про это написал еще там в 2001 году. Ну, это же невозможно. и это вот типичный совершенно пример. Тема, там все невероятно табуировано, просто жесточайшим совершенно образом. А что касается нашей ситуации, вот цивилизационный проект, то надо что-то придумывать действительно. Есть разные варианты. Кто-то говорит евразийская тематика, нету общей евразийской идеи. Есть идея Орды Чингисхана. Что такое Орда? Однокоренное слово в немецком языке какое есть? Ордунг, совершенно верно. Это порядок. Орда это объединение не по национальным признакам, а по этическим. То есть у нас общие принципы жизненные. И поэтому мы все вместе. Вот у либералов другие. У них там ювенальная юстиция, а мы ее не любим. У них там так, а у нас по-другому. И в этой ситуации вот эта идея, еще раз повторяю, эта идея, почитайте 9-го, он это очень интересно все описывает. Он к тому же настоящий дипломат, бывший, 20 лет в нашем проработал. И он при этом настоящий специалист по Китаю, в отличие от многих карьерных дипломатов, которые даже китайского языка не знают. Ну и так далее. То есть это нужно строить, но это придется делать. я считаю, что у нас базовая вещь, это библейская ценностная база. В Европе уже нет библейской ценностной базы, они про нее забыли напрочь. Восстанавливать обратно практически невозможно. Есть библейская ценностная база у соответственно у латинов, но у них там католичество и свое, не наше. Хотя мы с ними очень близки психологически тоже. У меня была смешная очень история. В 1994 году в городе Остины, штат Техас, я пошел гулять по городу и наткнулся в какой-то праздник местный. Там эти латины мясо жарят, еще что-то. Мы с ними подискутировали на тему шашлыков, а потом я их спросил, ребята, а ковбой у вас тут есть? И тут они меня совершенно потрясли, потому что американцы, они же ребята такие простоватые, у них с чувством юмора плохо, они все понимают неправильно. А эти говорят, а ты откуда приехал? Вопрос, да, а у вас ковбой где? А ты откуда приехал? Я говорю, я приехал из Москвы, они говорят, из Москвы, у тебя там медведи на улицах бродят, я говорю, ну случаются, а что? И тут наконец связка, у нас тут ковбоев, как в Москве медведи, но тут за углом кинотеатра, ты туда загляни, зайди, там одни сплошные ковбои в кино. Ну понятно, что с ними можно разговаривать, с американцами так разговаривать абсолютно невозможно, просто жутко совершенно, у них совершенно другая ментальность, и у европейцев, впрочем, хотя мы, друзья, в Сибири эксперименты ставили, сколько нужно, ну к ним там консультанты приезжают разные, сколько времени нужно, чтобы из европейцев сделать нашего человека, ну понятно, что легче всего из итальянцев и французов, немножко труднее с англичанами, они сопротивляются очень долго, труднее всех с немцами, но немцы зато уж если станут нашими, то уж совсем. Теперь, значит, тот немец, которого они перевоспитали, он каждые три месяца приезжает к ним, значит, в Красноярск, он не может жить, я, говорит, в Германии жить не могу. Вот, ну вот, это проблема, ответа нету, есть только гипотезы, догадки. Здравствуйте, Михаил Георгиевич, спасибо за ваше выступление, зовут меня Анастасия. У меня такой вопрос, вы сказали, затронули проблему в раздувании финансовой системы, странно-сказан по рыночной экономикой. На примере домашнего хозяйства вы показали, что большой проблемой является увеличение долга домашних хозяйств, рост, так скажем, спекулятивной составляющей в составе чистого богатства. В России есть другая проблема, которую озвучивают многократно, то есть недостаточная развитость финансовых институтов, недостаточный объем финансовой системы. Мой вопрос заключается в следующем, на вашем взгляд, есть ли какой-то разумный баланс, то есть где этот предел роста финансовой системы и возможно какими критериями в отдельной стране этот баланс может определять? про нашу страну я даже говорить не буду, потому что у нас вообще нет национальной финансовой системы. У нас же тот же Кипр это был вынесенный финансовый центр. То есть финансовые транзакции настолько тяжело проводить в России, что все работали через внешние финансовые центры. По этой причине, когда мне тут начинают рассказывать про всякий там московский финансовый центр, мне смешно становится. Это такой тяжелый бред. страны, у которой нет своей валюты национальной, из нее делают финансовый центр. Что вообще продается за рубли в мире? Скажите мне. Какие-то недавно страны ввели в они в таком количестве? мы с ними будем делать? Нет, это не серьезно. Нет, у нас нет национальной валюты, в принципе. Это, кстати, была одна из причин, по которой была такая дискуссия три недели тому назад, кто будет председателем центробанка. Будем ли мы создавать у себя национальную валюту и национальную платежную систему, или мы так и останемся на подсосе. У нас, например, нету в стране платежных систем, в принципе. У нас все транзакции идут через визу и мастер-карт. Через запад. Мы прозрачны, да? Абсолютно. Но не важно, там еще много чего есть, всякого разного. Вот. А что касается показателей, то нужно понимать, что я уже говорил о том, что норма для прибыли финансового центра может быть 15% от общей прибыли, но не 50 с лишним. там есть целая куча разных еще вещей, я сейчас не буду в это влезать, потому что если я сейчас начну рассказывать про структуру денежной массы, какие у нас отклонения, какие в США отклонения, почему так, это очень долго будет. Но в общем и целом, можно сказать так, что норма для финансовой системы 10-15% в составе ВВП не больше, вот, значит, что касается не больше, что касается структуры кредитов, то кредитный мультипликатор не больше 4-6, в нашей стране он чуть больше 2-х, а в США перед... Сейчас, сейчас, но был очень долго совсем маленький, в 90-е годы был меньше полутора какое-то время. Вот, сейчас он около 3-х, но при этом нужно учесть, что значительная его часть достигается за счет кредитования потребителей, что нехорошо. А, соответственно, в США перед кризисом он был равен 17. Простите, а почему вы считаете, что кредитование потребителей это нехорошо? Разве дополнительный спрос со стороны потребителей не рождает... Потому что кредитование потребителей идет на продукты импортные. Это просто механизм оттока капитала. Если бы они... Если бы они... Большая часть приобретенных товаров это импорт? Конечно. И в результате, соответственно, эти деньги не остаются в стране. А теоретически надо было бы... Вот за счет чего начался резкий рост в 99-м году? За счет того, что из-за девальвации резко упал импорт и заработали цепочки еще от СР оставшиеся, технологические, от сырья до конечного продукта. А, соответственно, сегодня этих цепочек уже нет. И поэтому в результате, если мы даем людям кредит, он тут же из страны уходит. У нас же сегодня мы только проценты по кредитам, которые получили наши банки, чтобы рефинансироваться, платим где-то 30-35 миллиардов долларов в год. Только по процентам, не считая тело кредита. То есть на самом деле у нас уж настолько такая компрадорская финансовая и у нас нет национальной финансовой системы. Вообще, где Стариков-то? Понимаете, в чем дело? Стариков, как бы это сказать, он не экономист. он как бы описывает нечто, что он где-то прочитал. Я вообще не читаю Старикова. То, что я знаю, я знаю и без него. Некоторые другие вещи, ну, как бы, когда я там пишу, когда я читаю историю, то я попытаюсь читать тех, кто как бы этим реально занимается. А Стариков чистый публицист. Если вам интересно, на сайте World Crisis Room есть материал мой, доклад от 96-го года, который я подготовил, будучи начальником Департамента кредитной политики Министерства экономики, на коллегию министерства, которым я подробно описывал, какой должна быть структура денежной массы и какой она у нас является. Это был 96-й год. Я, в общем, все, что я на эту тему говорю, вот я там еще написал. Вот. Поэтому, понимаете, я понимаю, что есть всегда желание читать о популяризаторах. Ну вот, да, но если вы хотите разобраться в вопросе, нужно все-таки заниматься, работать спервоисточник. Меня зажигали главного второго вопроса магистратуры международной экономики. То есть я вообще не понравился этого. У меня полно вопросов. Как вы прокомментируете инициативу США о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом? О чем они заявили? Как вписываются на ваши пространства? И еще такой момент. Все-таки по интеграции между Россией, Беларусь и Казахстаном она сейчас идет по пути углубления. Согласны ли вы с этим? И если мы будем расширяться, то все-таки как? Мы будем полностью углубляться со всеми странами, которые вы сказали, что Индия присоединяется к тому же неудачу. Нет, я не говорил. Я говорил о том, что Индия сказала о том, что ей это интересно. Для чего она это сказала? Да, это свободно это углубляет. Никак не присоединение со всеми неудачу. То есть интересно, что скажете первое тафта, второе по расширению, углублению экономики. Давайте смотреть. Сегодня в Атлантической зоне есть США, есть Евросоюз, у США имеется промышленность, у Евросоюза имеется промышленность примерно одного масштаба. Если экономика падает в два раза, спрос, то мощности остаются. Это значит, что мощности Европы хватит на то, чтобы закрыть спрос и в США, и в Европе одновременно. И мощности и в США хватит, чтобы закрыть спрос. И в США, и в Европе одновременно. Вопрос, кто останется, как делить будем? У Соединенных Штатов Америки логика проста. Если мы делаем зону свободной торговли, то с учетом уровня налогообложения, который в Европе раза в два выше, от европейских производителей не останется ничего. И Европа просто станет от счастья американского рынка. В этом случае, разумеется, никакой европейской зоны не будет. И именно поэтому Брюссель за эту идею, а Берлин категорически против. Вот и все. Что касается таможенного союза, у нас нет политики. Таможенный союз сделал Глазьев, ну как вот, координатор. Глазьев, как только он это сделал, либерасты его выгнали и поставили туда Христенко, который знаменит тем, что он за время своей работы в правительстве не сделал вообще ничего. Вообще ничего. Ну вообще. Он выдающийся в этом смысле человек. Просто я бы сказал, гениальный. Ну я просто знаю, чем там занималось Министерство промышленности, когда он туда пришел. Еще когда он был вице-премьером, он решал какие-то оперативные вопросы. Это тяжелый случай. Заблокировали тут, значит, МВФ удало команду. Любой ценой это направление заблокировать. Это было сделано. Здравствуйте. Я аспирант и историк Казанского Каворского Федерального Университета и я занимаюсь внешней политикой Турции в странах СНГ. Как вас зовут? И Марк Вархар. Значит, я хотел такой вопрос задать. Частично вы на него уже ответили. Первый, он может показаться широким, но его можно слегка так коснуться. Это просто какое ваше отношение к внешней политике Турции в странах СНГ? Я почему задаю этот вопрос? Потому что мне тут кажется, что в современной отечной историографии пугают даже Турции и выставляют таким сильным конкуренциям. И второй вопрос, он вытекает из первого, это вот вы как аналитик, как себе представляете процесс вот этого взаимодействия, сближения и взаимодействия маньяк приучать, что существует. Я не специалист по истории дипломатии Турции, поскольку я, я же не зря говорил по поводу Ричарда Третьего, кто историю пишут победители и потом ее много раз переписывают. Поэтому она зачастую к реальности не имеет ощущения никакого отношения. Вот. Я там, те моменты в истории, которыми я интересовался, они у меня всегда вызывали дикое раздражение. Ну, например, я всегда хорошо относился к пресловутому Ричарду Третьему, которого, значит, очерняли Томас Мор, Шекспир и так далее по банальной причине. Это был чуть ли не единственный персонаж Войны Аллы и Белой Розы, который ни разу не изменил своему сюзерену, что само по себе о нем говорит хорошо. Я всегда интересовался темой Бориса Годунова, и поэтому, соответственно, у меня есть свое мнение по поводу смерти царевича Димитрия, но версия о причинах его смерти менялась в русской истории раза четыре. Но я уже не говорю, я прошу прощения про историю какого-нибудь Рюрика, про которого там некоторые... У меня же сайт, у меня же форум, да, там 25 тысяч человек в день. И регулярно, соответственно, на форуме устраиваются форменные драки. Одни говорят, что вот Россия там в IX веке легла под шведа, другие говорят, что нет, Рюрик был русский, а третьи говорили, что Рюрик, а третьи говорят, что Рюрик вообще не было. Поэтому я не буду комментировать историю дипломатии. Я буду заниматься новейшей историей, и поэтому ваше предположение в данном ажиоаналитическом мире... Про новейшую историю тоже ничего не скажу, потому что, соответственно, мы не знаем, что там за кулисы. Ну вот я вам рассказал про версию про Бориса Абрамовича и Березовского. Это у меня нет никаких аргумов, вообще я ничего не знаю, точно так же, как я 10 сентября 2001 года тоже ничего не знал. Никто меня никогда не обменял в том, что я там представитель международных террористов или каких-нибудь спецслужб, поскольку была чистая аналитика, всем более-менее понятна. Но вот что я могу, то могу. Значит, непосредственно Турции, вот когда мне что-то интересует про Турцию, я спрашиваю Гидар Джамали. Но вы говорите же об особой роли Турции и с партнером России. Ну потому что это, что-то говорю, это объективная экономическая ситуация. План Турции на создание собственного центра провалился, это объективно. Эрдогану деваться больше некуда. Другого партнера, ну куда он может идти? На запад его послали, на восток ему неинтересно, с кем он будет объединяться, с Казахстаном, с Китаем конкурировать. А-а-а, не будет он с Китаем конкурировать. У него аргументов нет, у него даже атомного оружия нет. На юге ему есть что делать, но там эти самые мусульмане, с которыми трудно. Остается что? Остается север, а на севере Россия. Это очень простая логика, а уж под нее надо подводить все остальное. Это реальная проблема. Но при этом принципиальных разногласий нет. Вот что важно. То, что называется антагонизмом. Вот понимаете, с Британией мы никогда не договоримся. Никогда. В Британии, потому что нет друзей, у нее есть исключительные интересы. А единственный способ, который они знают работать со слабыми, это физическое уничтожение. Ну, нужно отдавать все в этом отчет. Добрый день. Меня зовут Батюк Андрей Андреевич. Я из Риги. Можно сказать, специально на встрече с вами. Хочу задать несколько вопросов. Можно три? Ну, можно. Я был в Риге тут не так давно. Просто меня в Риге тогда не было. Пожалуйста, дитя. У меня тема Ротшиндов и Ротхеллеров вы проговорили... Ну, я говорю, что я лично не знаю, что это такое. Я же не конспиролог. Я специально оговорился, что конспирологи вот это называют так-то. Но вообще я говорю не столько о людях, сколько об интересах и об источниках существования. Задать можно? Да. Если Ротшинды занимали в основном банковскую сферу и Ротхеллеры реальный сектор экономики, вот хочу узнать ваше мнение о слиянии не так давно произошло этих двух основных планов. К чему это может привести? Давайте я отвечу сразу. Значит, первое, никакого слияния не произошло. Там они образовали фонд на жалкие 40 миллиардов. Во-вторых, я уже говорил о том, что мировая финансовая элита распадается на три части. Остаются как бы старые банкиры, которые международные, и отдельно часть, которая ориентируется только на США, отдельно часть, которая хочет сделать мультивалютную систему и быть посредником. В этом плане у Ротшильдов и у Рокфеллеров, назовем их так, есть единый враг. То есть есть вот эта средняя часть международные банкиры хотят сохранить старую систему, а эти двое, они хотят ее модернизировать. Но фактически у них там противоречия не очень большие, потому что фактически речь идет о том, что Рокфеллеры должны стать центром американской зоны, а Ротшильды будут посредниками между зонами. У них есть, конечно, конфликты острые в рамках сегодняшних, там история с Голдман-Сакс, история с Рейтинговыми агентствами. Но на сегодня на самом деле этот потенциал объединения исчерпан, потому что у них была драка с этими международными банкирами, МВФ, Мировым банком и прочим. Но фактически после смены администрации Обамы эта борьба закончилась, потому что новый секретарь казначейства в течение полугода перестроит МВФ и Мировой банк под себя и в результате эти вот мировые банкиры полностью лишатся каких-то рычагов. Ну их, соответственно, сольют. При этом и Рокфеллеры, и Ротшильды понесут потери, потому что первые пожертвуют своим активом финансовым Джи Пи Морган-Чейс, а вторые тоже своим ресурсом Голдман-Саксом. Эти пойдут на слияние, ну как мне кажется. Но, в общем, тут еще раз повторю, кроме того, нужно учесть, что сейчас ситуация меняется каждые несколько месяцев. Спасибо. Я не буду комментировать, я благодарю за ответ. Хочу спросить следующий вопрос. Известно, что Россия особенно отличает территории воровством. И образование Евразийского экономического союза, оно объединяет и другие государства. Сейчас в системе ВТО. Вот скажите, как вы сами как рядовой гражданин понимаете вот увязать развитие и в то же время с особенностью национального... Если вы читали историю финансовой системы, то такое воровство, которое было в Англии 18 века, в США начало 19 века, первый американский банк, потом второй американский банк, России в общем и не снилось. Если говорить о текущей ситуации, то текущая коррупция была поставлена в России американскими советниками. Лоуренсом с Саммерсом, его американскими друзьями и нашей соответственно командой Чубайс. Это был вполне целенаправленный проект по внедрению в Россию максимальной коррупции. С ней безусловно придется бороться. Я думаю, что эта задача будет решена. Разумеется, пока у власти либералы справиться с коррупцией невозможно. Еще раз повторяю, это принципиальная задача, которую либералы получают из своих центров силы максимальным образом продолжать эту коррупционную схему в России. Спасибо большое. И последний вопрос. Я хотел бы узнать Ваше мнение о перспективах развития евразийского молодежного движения и что Вы могли бы со своей стороны предложить молодежи, учитывая опыт экономиста, культурные молодежи. Это не ко мне. Я не занимаюсь Евразийским союзом молодежи. Я даже не знаю вообще, что это такое. Что касается того, чем надо заниматься молодежи, у меня там есть некоторые представления о том, что нужно делать, но я считаю, что в нашей стране сегодня нужно пытаться восстанавливать нормальную систему общественной жизни. Вот вам пример. Коррупционные схемы в системе ЖКХ, которые мы сегодня имеем, которые частично выросли из старых муниципальных схем, а частично есть результат деятельности опять-таки отца нашего либерализма Тореща Чубайса, связанные с бывшим РАО ЕС, они соответственно привели к тому, что ситуация в ЖКХ стала нетерпимой. И, значит, президент наш озаботился этим обстоятельством. Могу сказать, почему он озаботился, потому что в системе факторов, которые сильнее всего раздражают народу населения, ЖКХ вылезло на первое место. И что он сказал? Он сказал, надо создавать общественную организацию, которая будет защищать народ от произвола ЖКХ. Так вот, я знаю людей, которые в регионах пытаются что-то сделать, да, они там ругаются, пытаются народ, ну, хоть как-то, а народ безмолвствует. Вот, мне кажется, что, если говорить о молодежи, то главная задача, которой нужно заниматься, это пытаться возродить в нашей стране общественную жизнь, которая отсутствует как вид. Она еще была, значит, она была до СССР в специфической форме, потому что тогда было крестьянства очень много. Она была в СССР, но она была в начале 90-х очень активная, но после как бы победы либерализма ее истребили железную руку, а сейчас ее нужно возрождать. Вот, пожалуйста, делай для молодежи. Это, мне кажется, да, но при этом нужно понимать, что тот, кто, ну, грубо говоря, тот, кто соберет сегодня в Москве полмиллиона человек, тот въедет в Кремль на белом коне. Я, правда, не очень себе представляю, как можно собрать в Москве сегодня полмиллиона человек, хотя я видел в Москве в 88-89 году демонстрации в 200-300 тысяч человек. Это было жуткое совершенно зрелище, просто, количество, они там шли по Садовому кольцу, по Новому Арбату, вот, но просто, ну, хотя бы сделать общественную организацию, в которой было бы хотя бы несколько сотен человек, я просто знаю, что это такое, потому что у меня есть партнер, у которого есть жена, Марина, которая, соответственно, родила и воспитала пятерых детей. И в тот момент, когда младший пошел в институт, поступил, это было лет пять назад, наверное, она сказала нам, все, я как бы исполнила свой долг, и теперь я хочу, чтобы вы меня развлекали. И мы придумали, как ее развлечь, мы ей сделали профсоюз работников домашнего хозяйства, который реально работает во многих городах страны. Мы принципиально, 8 марта он называется, как понятно, мы ни копейки в него не вложили, это была целенаправленная такая, нам просто эксперимент был, да, сможем ли мы сделать такую штуку, не вложив ни копейки. Мы сделали. Марина в результате сделала головокружительную карьеру, она стала сопредседателем союза православных женщин, но, правда, потом оттуда вышла из сопредседателей, потому что общаться с православными женщинами. Как говорил отец все волчат, он говорил, Марин, на кого ты меня оставляешь? Вот. Но неважно, значит, вот это вот как бы ситуация, да, вот мы сделали, но нужно понимать, нам сильно уже было за 40, я все-таки был большой начальником администрации президента, а партнер мой проработал еще в ЦК КПСС. Легко, как бы, с таким опытом мы все-таки что-то могли делать, кроме того, как бы мы хорошо понимали, как наша власть устроена и как бы что делать можно, что делать нельзя, еще чего-то. Вот, поэтому я вся, а молодежь этого не понимает, вот я настоятельно рекомендую попробовать. Могу вас уверять, что в нынешней ситуации, если вы не будете, как бы, собирать митинги под лозунгами «Водолой кровавый режим Путина», вас только поддержат. Вот. Я, кстати, по поводу кровавого режима, когда мне, значит, на разных родомероприятиях начинают задавать провокационные вопросы, что я думаю по этому поводу, я на это говорю следующее. Пресловутые Ротшильды, когда им понадобился в России долгосрочный партнер, выбрали в качестве такового партнера компанию «Роснефть» с ее руководителем Игорем Ивановичем Сечиным, а вовсе не разных там рукопожатных товарищей. Надо думать, что они в глубине души либо не считают, что этот режим очень кровавый, ну, по сравнению с другими примерами, либо знают, что их режим ничуть не менее кровавый, и в этом смысле разницы никакой нет. Так что надо смотреть не на слова, а на действия. Ну, про Бориса Абрамовича мы уже сегодня поговорили, да? Сейчас я слышу, что скоро нас надо выгонять. Два часа уже прошло. Значит, я рекомендую всем. Есть сайт WorldCrisis.ru. Там, соответственно, я пишу тексты, я, соответственно, там на вопросы отвечаю, в дискуссиях участвую. Желающие могут туда зайти и чего-нибудь там написать и прочитать. Я хотел бы специально Евразийского клуба МГИМО благодарить вас за то, что вы могли читать лекцию. Спасибо. А вы какую представляете страну в Евразийском клубе? Я российский СССР. Да. Нет, я русский немец. Вы русский немец? Но нет, не такой, который должен специально в Краснодарский область, чтобы его перепослить. Почему? В общем, А, в Красноярский край? А ты сейчас туда? Я обращаю внимание, он сам туда ездит. Это очень важно. Конечно, сам. Он каждые три месяца в Германии приезжает. Ему там понравилось. Он говорит, не могу больше в Германии жить долго. Очень, говорит, скучно. Так что, спасибо большое за ваши лекции.